Вот эта вот проблема будущего, она принципиально важна. Вот сегодня мы столкнулись с ситуацией, когда будущего нет. А давайте об этом поподробнее. Что об этом говорит? Немножко о науке. Значит, в Соединенных Штатах Америки колоссальные долги. Все про это знают, все про это пишут. Никому не приходит в голову аккуратно разбираться, что значит большие, что такое 17 триллионов долларов. Много, мало. Нормальный человек к этому не понимает. Ну да, много, ну и что? Значит, ключевой элемент обслуживания долга это стоимость. То есть важно не сколько вы должны, а сколько вам надо платить каждый день, месяц, год. И если выясняется, что вы это платить можете, то и, слава богу, стоимость обслуживания. Стоимость обслуживания долга в США крайне низкая. Стоимость кредита, учетная ставка Федеральной резервной системы США практически ноль. То есть банки получают деньги бесплатно и, соответственно, те ставки, по которым все нормальные люди получают, они тоже низкие. И вот две недели тому назад новая начальница Федеральной резервной системы США, Центрального банка американского. То есть действительно две недели назад. Две недели назад, да. Она, значит, она взошла на свой пост где-то в конце января, начале февраля. До этого был другой человек, Бен Бернанки. А Джанет Елен, которая, собственно, сейчас начальник, была у него заместителем. И вот она стала начальником, причем она уже не молодая, ей уже, по-моему, 67 лет. То есть она такой, в общем, человек, который всю жизнь был заместителем, и вот она стала первым лицом. И вот ее первая крупная пресс-конференция, на которой она сказала, что к концу 2015 года ставка будет, учетная ставка, будет где-то не то 2, не то 2,5, не то 3%. Я не помню, ну, по сравнению с нулем очень много. Что это значит?